Библейский портал экзегет.ру представляет Шестой псалом для библейского портала «Экзегет» читаю в переводе российского библейского общества. Переводчиком был Михаил Селезнёв, но были и редакторы. Мы читаем первые псалмы как некоторое развернутое во времени или в некотором духовном пространстве повествование. Набор молитв на разные случаи жизни, для разных состояний, для разных запросов. Но одновременно это и некое развитие. Я напомню, первый псалом «Как устроен мир праведникам, хорошо, грешным, плохо?» Второй псалом «Как устроено Израильское царство?» Царь – это сын, усыновлённый Богом, и он осуществляет его власть на земле, другие все ему покоряйтесь. Очень хорошо. Третий псалом «А вдруг царю не покорились? Вдруг родной сын против него восстал? И царь просит о помощи». Четвёртый псалом «Ответь, Боже, на мой призыв, я зову». Пятый псалом «Ещё сильнее я зову, и что-то я не очень понимаю, как это получается. Вот эти грешники нападают, наседают. Сделай путь мой прямым наперекор врагам. Вот я не понимаю, куда мне идти, что мне делать». В шестом псалме, кажется, псалмопевец, псалом Давида, он доходит до некоторого отчаяния. Начальнику хора под музыку струнных напевок «Ашшаминит» – псалом Давида. Ну вот эти вот начальник хора, музыка струнных напевок «Ашшаминит» – это обозначение, как когда-то этот псалом исполнялся в храмовом богослужении, мы про это ничего толком не знаем, просто вот отмечаем. А псалом Давида – это либо Давид как автор, либо Давид как лирический герой, там не написано псалом, сочинённый Давидом, Давидов, либо Давид даже просто как вот та ситуация или та традиция, которую отсылает псалмопевец. Вот Давид такие псалмы писал, или Давид мог такую молитву произнести, потому что, конечно, эта молитва не просто вот исторический факт. Однажды Давид произнёс такие слова, да, ну и хорошо, мы об этом прочитали, для нас это вот такая памятка историческая. Нет, это живое, что-то очень чувственное, личное, что каждый человек может произнести в соответственной ситуации. Итак, первые пять псалмов постепенно вот от того «праведникам хорошо, грешникам плохо» погружаются в то, что «Господи, мне-то сейчас плохо, накажи уже грешников». И в шестом псалме, кажется, всё прям совсем плохо становится. «О, Господь, не карай меня в ярости Твоей, в гневе Своём не наказывай меня. Сжалься, Господь, больше нет сил. Исцели меня, кости мои дрожат, и душа содрогается. О, Господь, долго ли ещё? Пожалей, сохрани мне жизнь, милосердно и спаси меня, ведь там, в смерти, Тебя не помянет никто, в мире мёртвых, кто прославит Тебя?» «Я от стонов уже изнемог, что не ночь изголовья в слезах, а расшаю слезами постель. Мои очи померкли от горя, ослепли из-за врагов. Уходите, злодеи, прочь, ибо слышит Господь мой плач, Господь слышит молитву мою, Господь примет мою мольбу. Содрогнутся враги, опозорятся, прочь, побегут с позором». «Как он был уверен, наш псалмопевец, предшествующий в псалмах, в победе над врагами. Как он расписывал в пятом, например, в их словах правды нет, в их сердцах смерть, а сейчас ему просто очень больно. Когда человеку очень больно, ему нет дела до того, какие другие. Вот в пятом звучит такая нотка «Ну, они-то плохие, я-то хороший». В шестом она уже не звучит. В шестом звучит крик «Нет сил, кости дрожат, душа содрогается». И этот крик, тем не менее, обращен к Богу. «Не карай меня в ярости, в гневе не наказывай». Он даже не понимает, за что. Вот в предыдущем псалме псалмопевец сомневался немножко «Сделай путь мой прямым, напереговор врагам». То есть, может быть, я не очень по прямому пути иду. Это так подразумевается напрямую, не сказано. А здесь «Да, наверное, да. Сделай путь мой прямым». Но если он «Не прям, не наказывай меня, не карай меня в гневе и ярости, я не устаю». Вот смотрите, на него нападают в предыдущих псалмах. Он говорил «Это они, они нападают, а Господь со мной». А здесь он говорит «Господи, это ты меня наказываешь? Пожалуйста, не надо, я этого не выдержу». То есть, здесь он начинает задумываться о том, что эти внешние нападения – это не просто, ну, так обстоятельства сложились. Это не просто, ну, люди такие плохие. Это часть его отношений с Богом. Это что-то такое, что как раз между ним и Богом происходит. Нет, эти люди есть, конечно. Он о них говорит «Уходите, злодеи прочь, опозорятся мои враги, прочь побегут». Он не то, что он говорит «Я на них вообще внимания не обращаю, не замечаю их». Нет, замечает. И более того, надеется их победить. Но здесь он начинает понимать очень серьёзно и глубоко, что это всё между ним и Богом. А почему, собственно, Господь должен его спасти и пожалеть? «Сохрани мне жизнь, спаси меня», – говорит он. Но это такие детские, как бы «Ой, не надо, ой, пожалей». Он даёт только одно объяснение. «Ведь там в смерти тебя не помянет никто, в мире мёртвых кто прославит тебя?» Судя по всему, псаломопевец не надеется, в данном случае, я не говорю, нигде, но здесь не надеется на посмертное существование, благое, по крайней мере, для себя. И он говорит «Если я умру, кто тебя будет славить?» «Я славлю тебя, я возвещаю имя твоё в этом мире». «В этом мире я, может быть, неправедник, я, может быть, иду по кривому пути, но я тебя славлю». И вот в этом смысле этот псалом очень подходит Давиду, который абсолютно не был безгрешным, безупречным человеком, об этом нам в исторические книги. И особенно книги царств довольно подробно рассказывают. Вторая книга царств очень хорошо много даёт об этом. Но он был человеком, который постоянно прославлял Бога, который видел всю свою жизнь как развитие отношений с Богом. Что бы он ни сделал, он делал это перед Богом. Что бы к нему не приходило, приходило к нему от Бога. И он говорит «Если я умру, ведь это же всё прекратится». Вот в этом мире тебя не будут славить так, как славлю я другие. А я в мире мёртвых уже не смогу этого сделать. Это единственная причина, которую он, собственно, приводит. То есть жизнь как повод славить Бога, как возможность славить Бога. И эта возможность как главная ценность жизни. Что мы могли бы сказать, если мы боимся, что нас сейчас убьют? Господи, я же такой хороший. Ну ладно, это по-детски. Господи, ну ведь жизнь так прекрасна, неужели ты меня лишишь её? Господи, ну я обещаю тебе, что я принесу жертву, даю обеты, буду тебе верно служить. Но это всё будущее. А он говорит «А я тебя славлю». И просто для того, чтобы голос, славящий тебя, звучал в мире живых, оставь меня в живых. Сработает ли это? Надо читать следующие псалмы. В седьмом будет размышление об этом.